Действительно, эта выставка одна из самых масштабных. Больше всего она предназначена для специалистов. Экспоненты привезли, новинки и различные необычные решения для разных отраслей. Например, для отрасли ЖКХ. В Красноярске стали производить лифты бизнес-класса. Сегодня их презентовали на выставке. Внутри облицовка под кожу, золотое напыление, светодиодные энергосберегающие лампы. Такие лифты производители предлагают устанавливать в банках, торговых комплексах, элитных многоквартирных домах и коттеджах. И даже в более бюджетных вариантах сейчас используют новейшие технологии. Кабина закрывается и в отсутствие пассажиров лифт переходит по аналогии с компьютером в спящий режим. Свет выключается автоматически, можно регулировать и скорость движения лифта. Новые технологии далеко шагнули вперед. В лифтах, уже многоквартирных домов присущие, есть такая технология. Устанавливаются жидкокристальные мониторы, на которых можно писать обычным пальцем, чтобы послание посылать, записывать поздравления, обращения. Это тоже приживается потихоньку, но это будущее. На выставке представили и современные материалы для коммунальной сферы. Они отличаются износостойкостью и долговечностью. Одна из компаний привезла сварочное оборудование и вот такие гофрированные трубы производства «ФД-Пласт». Они используются для прокладки ливневой канализации. Как уверяют продавцы, их можно монтировать при температуре до минут 70 градусов. А гарантийный срок – 50 лет. Данная труба поставляется 6-метровыми отрезками, что не требует использования какой-то тяжелой техники, кранов, подъемных механизмов. Легка и проста в сборке. То есть 6-метровый отрезок, допустим, 400 диаметра, могут взять два человека и спокойно состыковать между двумя трубами. Представили здесь и современные строительные материалы. Один такой блок может заменить 17 кирпичей. При этом он легче и снижает нагрузку на фундамент. Полистирол-бетонные блоки выдерживают самые низкие температуры. Они очень прочны и огнеупорны. Раньше этот материал использовался в оборонной промышленности, сейчас на обычных стройплощадках. При этом производители предлагают совместить современные материалы с классическими. Например, блочно-рубленный дом. Используются благородные породы древесины, кедр и сосна. Возвести дом из полистирол-бетона и дерева можно всего за пару месяцев. Сочетает в себе такие уникальные возможности, как традиционного, то есть материала дерева, то есть его теплоемкости и экологичности. Так и бетона, то есть традиционный материал, который в себе составляет прочность, то есть как бы непосредственно. И очень широко применяется в строительстве. Современные строительные материалы отличаются универсальностью. Например, с помощью вот таких плит выравнивают стены, потолки и создают интерьерные формы для любых влажных помещений. Материал не пропускает влагу, очень прочен. По словам производителей, 2 сантиметра утеплителя, входящего в состав такой строительной плиты, заменяют 40-сантиметровую кирпичную кладку. При этом на нее без дополнительной подготовки можно клеить мозаику, кафель или наносить декоративную штукатурку. Такие плиты используют как при устройстве СПА-салона, так и в отделке обычных ванных комнат. Сделано на основе экструдированного пенополистирола, стекловолоконная сетка и полимер-цементным составом сверху. Наряду с уникальными теплосберегающими характеристиками, обладает конструктивной жесткостью и позволяет изготавливать различные архитектурные формы какие-то для дома. Для отделки помещений производители представили на выставке большой выбор нестандартных материалов, разных по фактуре и палитре. Керамограница, имитация натуральной кожи, эффектом разлитой воды или просто матовой или полированной поверхностью. Зависит от вкуса покупателя. Многое также зависит от того, где будет использоваться подобная плитка для внутренней отделки помещений или внешней фасадов. Производится под непосредственным контролем итальянских инвесторов, которые непосредственно построили на этот завод. Наш керамогранит используется как и в Красноярском крае с нашими климатическими условиями, так же и в условиях Крайнего Севера. Это Бугучаны, Норильск. Строительная выставка будет работать до 27 января исключительно. Ну а если же у вас есть свои новости, звоните лично мне мой номер телефона 2-92-91-14. Оставляйте свои комментарии на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Игорь Лобакин. Афонтово. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова